А вы знали, что Майк Тайсон провел поединок с реальным боссом мафии? Тайсон! Я тебя прикончу! Нет, не с этим клоуном, а с реальным бандитом, который был частью одной из самых кровавых банд в Америке. Стал признанным в нескольких жестоких убийствах, а сейчас отбывает пожизненный тюремный срок. Речь идет о Рэджи Гроссе, боксере, с которым Тайсон провел поединок в 1986 году. Кто бы знал, что тот бой станет судьбоносным для обоих бойцов и станет причиной настоящей трагедии. Давайте разбираться. Рэджи Гросс вырос в суровых улицах Балтимора, окруженной преступностью и насилием. Он уже в 13 лет попал в колонию для несовершеннолетних за кражу сумки. Его путь казался предрешенным до тех пор, пока он не нашел надежду в боксе. Под руководством легендарного тренера Мака Льюиса Гросс быстро поднялся в рейтингах. Он был высоким атлетом с мощным ударом, а его грубый талант и непоколебимая решимость продвигали его вперед. Выходец Балтимора быстро завоевал уважение в боксерских кругах. А ранние успехи включали победы над такими противниками, как Берта Купер и Джимми Кларк, что привлекло внимание крупных промоутеров. Но соблазн улиц никогда не покидал его. Несмотря на многообещающую карьеру, Гросс не смог избежать своего прошлого. Он оказался вовлечен в жестокие наркотические войны Балтимера, работая на одну из самых известных банд города под предводительством Уоррена Черного Бротли. Его участие в многочисленных убийствах и насильственных преступлениях принесло ему зловещую репутацию, далеко за пределами боксерского ринга. А наркотическая зависимость еще больше усуглубляла его положение. Но, несмотря на все это, боец продолжал тренироваться и верит, что когда-нибудь он выйдет из этого кошмара. И лучик в конце тоннеля Гросс увидел в 1986 году, когда Рэджи был назначен как следующий соперник, тогда еще восходящей звезде бокса, никому иному, как железному Майку Тайсону, который просто сносил своих визави. Под руководством легендарного Каз Де Амата Тайсон шел с впечатляющим рекордом, состоящим из 21 победы, 19 из которых были досрочно. Однако Гросс понимал, что победа над таким ярким проспектом перевернет его жизнь, и он был настроен решительно. Майк Тайсон как бык, а я ем быков на ужин, уверенно заявил Гросс перед боем. Но, к большому сожалению, балтимирскому бойцу судьба уготовила печальный исход. Бой между Майком Тайсоном и Рэджи Гроссом состоялся 13 июня 1986 года в Мэдисен-Сквер-Гартене. Он запомнился как яркий, но очень короткий фейерверк, в котором Гросс попытался сразу после начала гонга обрушить весь свой арсенал, пробивая быстрые острые джебры. Но пиковый Тайсен на то и пиковый Тайсен, что быстро сумел адаптироваться к сопернику и начал доминировать. Тайсен на то и пиковый Тайсен на то и пиковый Тайсен. В середине первого раунда Тайсен нанес Гроссу мощный левый хук, отправив его на настил. Хотя Гросс сумел встать, бруклинский хулиган продолжил атаку, что привело к остановке боя рефери за 24 секунды до конца первого раунда. По итогу Железный Майк выиграл бой техническим нокаутом, улучшив свой рекорд до 22 побед без поражения. Но это уже ничего не значило. Победа была за Тайсеном, а его рекорд улучшился до 22 побед. Буквально через год его ждала мировая слава и статус самого молодого чемпиона в тяжах за всю историю. А Гросса с того момента с полной головой затянула в криминальную жизнь. Спустя год после поединка с Тайсеном детективы из-за дела по расследованию убийств Балтимора арестовали его за убийство Андреа Коксена, уличного торговца и соперника банды Уоррена Бродли. По словам очевидцев, Коксен был ранен выстрелом в верхнюю часть тела, после чего стрелок подошел к нему и несколько раз выстрелил в голову. Это было не случайное уличное насилие, а преднамеренное профессионально исполненное убийство. Гросс был арестован за убийство. Несмотря на показания нескольких свидетелей, заявляющих, что видели его на месте преступления, присяжные признали его невиновным. Большую часть гонорара за бой с Тайсоном в размере 50 тысяч долларов он потратил на адвокатов. Но бойцу хотя бы теперь можно было драться, однако его карьера пошла под откос. Сначала в 1987 году он проиграл Фрэнку Эбруно, а затем в 1988 году и Доновану Ротеку. Однако эти поражения оказались не самой большой проблемой для Гросса. Дони Эдрюс, преступник, ставший информатором ФБР и прототипом Умара Летила из сериала «Прослушка», записывал разговоры внутри банды Бродли. Эти записи подтвердили участие Гросса не только в убийстве Коксена, но и в убийстве еще двух торговцев наркотиками из конкурирующих банд с помощью автоматического оружия. Гросс был обвинен в получении трех тысяч долларов за каждое убийство. Летом 1989 года он признал вину, заявив, что был зависимым от героина и сделал большие ошибки. Цитирую. «В то время я пристрастился к героину. Я завершил несколько огромных ошибок. Я не могу изменить прошлое, но могу стать лучше в будущем. Я знаю, что уеду на долгое время. Я просто молюсь, чтобы этого не случилось до конца моей жизни». Тем не менее, судья Пол Неймар приговорил Гросса к трем пожизненным срокам, отметив, «Вы отказались от многообещающей карьеры боксера, выбрав путь, ведущий к жестоким преступлениям». Гросс, который позже отрицал свое участие в убийствах, сейчас в тюрьме, ему 60 лет. Ожидаемая дата его освобождения – 2048 год, когда ему исполнится 86 лет. В отличие от Тайсона, который нашел свое спасение в спорте, Гросс представляет собой трагический пример того, что бокс не всегда может спасти человека от него саму. А для всех новых игроков, кто зарегистрируется по моему промокоду, ждет приятный бонус в виде до 25 тысяч рублей на первый депозит. Субтитры создавал DimaTorzok